Как прошел пресс-тур в Елабужском институте Казанского университета, узнаете в нашем следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся пресс-тур, на котором журналисты, блогеры и общественные деятели из разных городов Татарстана смогли познакомиться с учебным процессом вуза. Сотрудники Елабужского института организуют подобные мероприятия не впервые, однако каждый раз гостей удается удивить новшествами. За прошедший год изменений в Елабужском институте произошло действительно немало. Во время периода самоизоляции во многих аудиториях и лабораториях вуза прошел ремонт, обновилось оборудование, значительно усовершенствовалось и технологии дистанционного обучения. Преподаватели Елабужского института поделились с журналистами своим опытом внедрения новых интерактивных методов обучения. Вспоминается то, что делали когда-то купцы в Елабуге в дореволюционный период. Они максимально заботились о том, чтобы молодежь, подрастающее поколение, вот в этом маленьком городе, получив образование, никуда не уезжала. Я увидел, что сейчас в Елабуге абсолютно все условия созданы для того, чтобы наши ребята получали здесь блестящее образование. Студенты, если кто, например, хочет не гламурный, а действительно такой дающий знание вуз, выбирали Елабугу. И мы видим, что ожидаются такие хорошие изменения. Вторым этапом экскурсии стал единственный в республике центр дополнительного образования, дом научной коллаборации, который функционирует уже полгода, где с каждым днем продолжает расширяться спектр научных и технологических площадок для занятий детей по различным направлениям. Здесь же состоялась пресс-конференция, в ходе которой директор института Елена Мерзон рассказала о планах развития образовательной системы в Елабужском институте и об уникальных новшествах нынешней приемной кампании. Главным предметом обсуждения стал новый формат обучения, в рамках которого каждый из студентов сможет выбирать индивидуальную образовательную траекторию. Студент на первом курсе выбирает то, что ему по душе. И в конце первого курса он говорит, мой второй профиль – технология. Поэтому мы предполагаем, что обычный профиль физико-математика, математика-информатика, он может превратиться в математику-технологию. И наш студент получит диплом учителя математики и учителя технологии. Завершающий этап пресс-тура прошел в стенах университетской школы, где гостям удалось ознакомиться с богатой материально-технической базой учебного заведения и особенностями образовательного процесса. Я сам закончил этот университет пару лет назад и очень сильно был удивлен, когда приехал сюда сейчас снова. Он кардинально изменился и сами аудитории стали более оснащенными, более красивыми. И вот эта школа, между прочим, я проходил практику в этой школе, стала прям до неузнаваемости другой. Мы послушали ваши презентации, посмотрели на университет, посмотрели на новую школу. Я думаю, что учиться всем студентам и школьникам здесь будет одно удовольствие.